Всем привет! Вы смотрите новости на канале Апрель. Меня зовут Юлия Кулешова. И прежде чем мы начнем погружаться в пучину отчаяния безысходности, граничащейся с атерическим весельем, хочу выразить благодарность всем, кто поздравил меня с днем рождения. Я прочитала все поздравления и, знаете, тронута до глубины души. Спасибо! Вот просто лучшие зрители. Спасибо! Ну а теперь поехали к новостям. В комментах вы просили нас разобраться в ситуации вокруг строительства логистического центра в Адбашино, Рынской области. Власти выделяют там 200 гектаров на 49 лет под аренду китайским инвесторам. Ну а они нам деньги и рабочие места, а мы им землю. И некоторые опасаются, что под прелогом такого крупного и, возможно, взаимовыгодного проекта власти собираются отдать Китаю нашу землю насовсем. В Адбаши строят торгово-логистический центр. Стоимость проекта 280 миллионов долларов. Площадь объекта 400 гектаров. В декабре прошлого года премьер-министр участвовал в церемонии закладки капсулы. Строительство логистического центра – это масштабный проект, а сам центр станет одним из самых современных и крупнейших в Центрально-Азиатском регионе. Он будет иметь огромную социально-экономическую значимость. Строительство логистического центра позволит создать минимум 10 тысяч рабочих мест, 90% из которых будут отданы нашим гражданам. Оптимизм правительства некоторые политики и активисты не разделяют. Они считают, что Кыргызстан рискует потерять свои земли. Вот что заявили Азаттыку противники строительства логистического центра. Люди боятся, что после возведения объекта Китай может присвоить землю, на которой будет располагаться комплекс. Выступающих против появления в Адбашинском районе логистического центра очень много. Наводит на подозрение тот факт, что договоренности и соглашения между китайским инвестором, который намерен вложить 280 миллионов долларов, и кыргызстанским предпринимателям не показываются открыто. Опасения жителей вполне закономерны. За годы независимости было много случаев, когда население пострадало от иностранных инвесторов. Нужно как можно тщательнее изучить юридические договоренности по этому проекту. Мне тоже звонят и говорят, оказывается, мы не сможем перегонять свой скот на Джайлоу. Как тогда нам выбираться на пастбище? Кроме того, народ переживает, не передвинут ли ли линию границы, таможенные посты. Если на самом деле это выгодный проект, тогда они должны максимально открыто обо всем рассказать, чтобы и местные власти, жители поддержали его. Недовольные местные жители 13 января, они вышли на акцию протеста против строительства торгово-логистического центра. Аргументы властей никого не убедили. Логистический центр будут строить на деньги китайского бизнесмена Лю Ина. Учредителями выступят он и его кыргызский партнер Эмильбек Абдекадыров. Они считают, что опасения местных жителей беспочвены. Говорят, что якобы землю уже отдали Китаю, но это абсолютно не так. Государство выделило этот участок свободной экономической зоне Нарын. От них мы уже получили эту территорию, но не на совсем, а в аренду на 49 лет. Во-вторых, утверждают, что якобы там будут работать только китайцы. Но по закону о миграции, при реализации проекта с участием иностранного капитала в работах может участвовать не более 20% представителей страны этого инвестора. Я говорил об этом моему партнеру по бизнесу, но он заверил, что извне будет приглашено всего 5% рабочих и что это будут специалисты в своем деле. Госканалы сделали репортажи в поддержку строительства центра. Интервьюеры уверяют, наплыва китайцев в страну не будет. А потом после полноценного освоения, ввиду того, что будут работать различные заводы, фабрики, выставочные центры, от 10 до 14 тысяч человек будет задействовано. Согласно постановлению, есть такая норма, где до 90% местное население должно быть и 10% позволяет привлечь иностранных сотрудников. Политологи не сомневаются, власти сами виноваты в том, что население не верит инвесторам из Поднебесной, ведь антикитайские настроения усилились при Сорумбай-Джейнбекове. Белый дом свел на нет многие кыргызско-китайские проекты. Взять ту же реконструкцию ТЭЦ, например. Канад Канеметов, Рустам Раимбеков, телеканал «Апрель». И сегодня же жители Адбаши вышли на митинг к зданию Акимиата. Требуют отменить выдачу земель китайским инвесторам. Многие земли Кыргызстана отдают Китаю. Не слышали, чтобы они говорили, что получили столько-то дохода. Мы не верим властям. Всем отдают земли, но не слышали ни разу, чтобы мы разбогатели от этого. Стали жить лучше. Кыргызстан никак не может выйти из состояния долгов. Отдали Узенгукуш. Говорят, еще отдадут Арпу. Поэтому мы, народ, выступаем против. Мы и без Китая обходились нормально, если бы сами разрабатывали свои месторождения. Если вы владеете информацией по этой теме или любой другой теме, у вас есть фото и видео подтверждения ваших слов, то вы можете не только писать нам в комментариях, но и отправлять информацию на нашу почту. info.sobachka.april.kg Ссылки на все наши страницы в социальных сетях есть в описании к этому видео. Дело оппозиционного политика Равшана Джейнбекова носит политический характер, заявил его адвокат Замир Джоошев. Экс-депутат парламента проходит фигурантам по семи тяжким и особо тяжким статьям Уголовного кодекса. Его задержали 12 декабря. Обвиняют в попытке захвата власти, захвата заложников и организации массовых беспорядков в селе Куэтаж. По выводам же адвоката, другие фигуранты этого дела заключили сделку со следствием и взамен на послабление оговорили Равшана Джейнбекова. Сам Равшан Джейнбеков это оценивает следующим образом. Он мне говорил, что если меня задержат, то это в первую очередь будет не необходимость следствия, а это будет решение политическое. Это чисто его оценка, с которым я не могу не согласиться. Его не могли задержать, еще раз повторюсь, в августе, потому что не было доказательств. И спустя пять месяцев тоже не было доказательств, но была чья-то воля, чье-то решение. Просим изменить меру пресечения Джейнбекова Равшана Бабурбековича на подписку о невыезде или домашний арест под наше поручительство, под поручительство этих четырех общественных обвинений. Он добросовестно ходил на все допросы, препятствия следствию не чинил, честно отвечал на все вопросы. Мы уверены, что Джейнбеков не собирался уклоняться от ответственности или скрываться от правоохранительных органов и более не покидать страну. Мы надеемся на ваше понимание. Отправить в отставку вице-премьер-министра Джаниша Розакова требуют жители Баткена и Ли-Элека. Они обвиняют его во лжи, подают на него в суд и требуют извинений за то, что назвал их митинг, прошедший 15 января в Бишкеке, проплаченным. 15 января в столице выступали в основном жители Баткенской области. Джаниш Розаков сказал неправду, когда заявил, что участвовали только жители Ли-Элека. Например, Кукташ и Аксай тоже не доверяют Джанишу Розакову. Мы требуем его отставки и извинений. Каждый раз, когда на границе происходит какой-либо инцидент, нам приходится бежать, покидая свои дома, заявили жители журналистам 24 Ки-Джи и сообщили, что намерены созвать Крултай для решения приграничных вопросов. Спасение утопающих – дело рук самих утопающих, когда на других уже никаких надежд нет. Получается, что так? Очередной конфликт вспыхнул на корыгско-таджикской границе в ночь на 10 января, а до этого был еще в декабре и раньше тоже был, с применением камней и огнестрельного оружия. И письма президенту Саурон-Вая Джейнбекову жители этих приграничных районов писали и не раз, и на митинги выходили не раз. Словом, перепробовали все, чтобы достучаться до властей. Достучались до 1 марта этого года, Кыргызстан и Таджикистан должны будут определиться, какими землями меняться. Правительственные делегации двух стран договорились. На частных работающих и заброшенных угольных разрезах продолжают гибнуть люди. Только за минувший год, по данным надзорных органов, погибли 17 шахтеров, еще трое получили различные травмы. И, как правило, все это проходит без каких-либо разбирательств и компенсаций семьям погибших. В причинах трагической тенденции попытались разобраться мои коллеги. Для многих жителей Баткенской области добыча угля на местных шахтах является хорошим источником дохода. И людей не страшит, что владельцы подобных предприятий ради выгоды экономят на технике безопасности. В частных шахтах зачастую отсутствуют элементарные вещи. Отсутствие вентиляционных шахт, спецсредств, обычные аспираторы и спецприборы. И несомнение техники безопасности. То есть это обрушение, отопление шахт. Обычно так. И именно из-за отсутствия системы вентиляции только на трех шахтах в Сулюкте погибли 11 человек от отравления углекислым газом. Среди них есть и так называемые шахтеры-апачи, нелегально добывавшие уголь на закрытых шахтах. Но и на лицензионных действующих шахтах не все гладко в вопросе техники безопасности. Как итог, гибель 29-летнего шахтера Норузбека Джапарова от отравления газом в марте прошлого года. Шахтеры Иране говорили, что чуть не отравились газом. С января до конца марта главный инженер не проводил замеры скважин и пробоин, откуда мог поступать газ. Не были установлены также средства самоспасения. Не было даже табличек с предупреждениями о газовых выбросах. Не признавая эти нарушения, они выдают смерть парня за болезнь сердца. Угольная компания, чтобы замять дело, даже позволила брату погибшего лично спуститься в шахту, чтобы он мог убедиться, что все соответствует нормам безопасности труда. Увиденное повергло его в шок. Когда я спустился, чтобы лично осмотреть место происшествия, где по требованиям безопасности ничего не было ранее, я обнаружил, что все уже было установлено, как я полагаю. Впрочем, негласно и сотрудники госэкотехинспекции признают, что устранить нарушения по безопасности могли и после трагедии. В Лилекском районе на 24 работающих угольных предприятия приходится только один инспектор. К тому же правительство ввело мораторий на проверку частного бизнеса. Теперь по закону проверять шахты могут лишь один раз в год, и то заранее уведомив об этом за 10 дней. А пока наш инспектор пойдет, он у другого займет, респиратор, спецприборы, приборы, и поставит во время проверки. После проверки, после завершения проверки, он отдает другим. И зачастую некоторые закрываются, что нет средств для введения горных работ. И даже народные избранники не спешат разбираться глубоко в этой проблеме и решать вопрос кардинально. Ни разу не были созданы парламентские комиссии по расследованию трагических случаев на угольных шахтах. Та депутатская комиссия не создана. Конечно, мы сразу обратили внимание, сразу задавали вопрос, сразу пригласили руководителей тех организаций, которые отвечают. И они же ответили, чтобы они... Честно говоря, вот селекторы, вот первый раз, когда был случай, они сказали, мы на это ОСО, например, мы направили, говорят, у нас были акты, написаны акты, что они остановили работу, но они продолжали. Но это, я думаю, суд решит. По мнению депутата, для решения проблем в будущем необходимо внести изменения в мораторий правительства о контроле деятельности частного бизнеса. Правда, если ситуация улучшится с увеличением количества проверок. Почему, например, год сделали правительство, такое ограничение, год один раз только проверяет. Потому что каждые недели проверяли и там вымогали в свое время. Есть такой факт. Вот и получается замкнутый круг. Угольные шахты экономят на нормах безопасности, в регионе не хватает инспекторов. Правительству никак не снизойти на местный уровень. У депутатов нет особого желания создавать комиссии без получения общественных дивидендов. Даже гражданское общество молчит о трагедиях на угольных шахтах. А тем временем продолжают гибнуть шахтеры и самовольные капачи. Только в одной Баткенской области в прошлом году не вернулись домой 17 шахтеров. Пресс-секретарь ГУВД Бишкека снова пиарит президента. Может, ему там в ГУВД тесно и он хочет куда-нибудь повыше? Например, в аппарат президента? В ноябре он писал на своей страничке в Фейсбуке про то, какой президент молодец, выезжает из аэропорта без сопровождения, не мешает и не создает помех на трассе другим водителям. А теперь вот появился еще повод. Спасибо, Сорумбай Шарипович. Вы сделали то, что ни один президент до этого не смог сделать. Вы реально подняли зарплату всем простым милиционерам. Вы сделали, и вы это сделали молча, без пиара и обещаний. Подняли, по словам пресс-секретаря ГУВД, там 40%. Было 8-12 тысяч, стало 19-25. При наличии стажа еще больше. Но тут как бы порадоваться надо за милиционеров, да? Если не за врачей, которым, похоже, вообще не светит. Так хоть за милиционеров. Только вот в комментах отметили, что зарплату правоохранителям повышали и при Атамбаеве, а еще квартиру выдавали. На что Джумаков ответил, что дома строили для госохраны и ГКНБ. Ну, давайте посмотрим, пройдемся по всем силовым ведомствам. Но чтобы иметь полную картину. Итак. Генеральная прокуратура в 2017 году сдана в эксплуатацию дом для ее сотрудников. 81 квартира. Госслужбы исполнения наказаний. Дом в 2017 году на 79 квартир. МЧС. Дома построили в 2015 и 2017. 213 квартир. Погранслужба. Дома строили в 2014, 2015 и 2017. 224 квартиры. ГКНБ. 2015 и 2016 годы. 486 квартир. И, наконец, для сотрудников МВД дома строили в 2015, 2016 и 2017 годах. Получили 809 квартир. Ну и пока мы еще не ушли далеко от темы милиции, вот вам подробности дела о вовлечении несовершеннолетней в занятия проституцией. Напомню, девочку похитили в ноябре и две недели удерживали в одном из притонов Бишкека, находящегося, ну, по такому странному совпадению, аккурат с постом милиции на Ольском рынке. Мы делали большой материал про это дело, вы можете посмотреть его также на нашем канале. Так вот, адвокат-потерпевший сообщает о поступающих угрозах в адрес матери и тети девочки. В дом к маме потерпевшей девочки пришли трое неизвестных мужчин и женщина и угрожали ей. Они требовали забрать заявление из милиции. Неизвестные пришли примерно в 19.30, не давали возможность позвонить. Мама с трудом позвала соседей, соседи были свидетелями. Неизвестные не покидали дом мамы, потерпевшей примерно в течение двух часов. После ухода уже ночью был произведен звонок в милицию в 102 по факту угроз. Однако милиция не смогла приехать. Сегодня по данному факту подано и зарегистрировано заявление в милицию с просьбой принять меры в отношении неизвестных. Хозяин притона, который избивал и насиловал девочку, все еще на свободе. Не может его найти милиция. И жену его, хозяйку притона, тоже не может. Собственно, и закрыть притон милиция смогла только спустя три месяца после того, как родственники нашли и вызвали ли из него девочку. Закрыли только после того, как сюжет про это выпустили журналисты настоящего времени Азии. А еще смогли, но только после выхода сюжета, задержать администратора притона и двух работниц по подозрению вовлечения несовершеннолетних в проституцию. Решением суда на время следствия они водворены в СИЗО номер один. Вы слышали что-нибудь про то, чтобы это дело взял под личный контроль министр внутренних дел? Я вот что-то не слышала. Зато я точно знаю, что замалчивать это дело нельзя. Нужно добиться того, чтобы милиция нашла и наказала те, кто так истязал девочку, кто сломал ей жизнь. Нашла и наказала по всей строгости закона. Как думаете, это вообще возможно? И еще немного про милицию. Семь ДТП с участием машин патрульной службы произошло за три месяца работы этой патрульной службы. Такими успехами похвалился замначальника ГОВДД Нурс Атабалдиев. Но вы не думайте, только в двух случаях из этих семи виноваты сами сотрудники патрульной милиции. В остальных вина возложена на других водителей. Еще замначальник рассказал на пресс-конференции, что на создание патрульной милиции по всему Кыргызстану планируется потратить 456 миллионов сомов. Об этом сообщалось и ранее, и еще говорилось, что денег таких в бюджете нет. Создавать патрульную милицию планируется на средства, вырученные от поступления штрафов за нарушение ПДД. И вот тут даже не знаешь, чего пожелать. Чтобы чаще больше нарушали, но чтобы быстрее удалось собрать требуемую сумму и создать, наконец, новую патрульную милицию. Или все же пожелать порядка на дорогах. Я бы вот выбрала второе, хотя вот справедливости ради реформировать милицию давно пора. Но чтобы в рядах ее служили только честные, порядочные и неподкупные. Размечталось, да? Ну а вдруг получится? Теперь про коронавирус. Не ведемся на панику и прочую дезинформацию, гуляющую по социальным сетям. Он там про зараженное мясо, зараженные чупа-чупсы и прочий бред. Меры предосторожности те же, что и при обычном гриппе. Избегать мест массового скопления людей, укреплять иммунитет и мыть тщательно руки. Обстановка стабильная, случаев заражения коронавирусом в Кыргызстане нет, бодро рапортует наш Минздрав. А департамент карантина растений сообщает, что импорт сельхозпродукции из Китая пристановлен до конца этого месяца. Из Урумчи прибыли 6 наших студентов, они в карантине, симптомов коронавируса у них не обнаружено. Всего в Китае находятся сейчас 4615 наших студентов, 14 из них в Ухане, город, откуда начал свое движение новый вирус. Сколько всего наших граждан в Китае, МИД пока не посчитал, но уже заявил о том, что при необходимости план их возвращения в Кыргызстан будет проработан. Число погибших от коронавируса в Китае превысило 100 человек, заражены около 4,5 тысяч. Заболевшие есть как в Китае, так и в Камбодже, Таиланде, на Тайване, в Малайзии и Сингапуре, Южной Корее, Японии, Канаде, Германии, Франции, Непале, Шри-Ланке, Канаде и США. Есть и те, кто выздоровел. Более 60 человек. А для профилактики коронавируса в нашей стране Минздрав намерен напечатать 100 тысяч брошюр. Ц. Цифровизация. Уф, вроде обо всем важном рассказала и ничего не забыла. А нет, забыла, забыла. Поблагодарите вас за поддержку. Спасибо, что смотрите нас. Спасибо, что поддерживаете и делитесь нашими эфирами. Если есть возможность, то можно поддержать нас финансово, подписавшись на наш профиль на краудфандинговой платформе Бусти. Ссылка в описании. Каждый месяц выбранная сумма будет списываться с вашей карты. Подписку можно отменить в любой момент. Сейчас мы усиленно копим на монтажный компьютер. Есть и второй способ поддержать апрель. Это Эль Сом. Его номер на ваших экранах 0 990 900 911. Спасибо за вашу поддержку. А и не забываем подписываться на наши странички во всех социальных сетях. Ссылки на них есть в описании к этому видео. Всем добра. Пока.